При поступлении в ВУЗ в этом году абитуриентам нужно учитывать новые правила Миноборнауки. Зачисление теперь будет проходить в два этапа, а не в три, как это было раньше. На первом абитуриентов примут в рамках квоты, остальных зачислят в августе одним потоком. Второе изменение, которое ждет поступающих, в конкурсных списках не будет имен и фамилий, только номера СНИЛС. Третье нововведение – предоставление ВУЗам право определять, на сколько направлений можно подавать документы. Зачисление будет не по наличию оригинала, а по наличию так называемого заявления о согласии. Согласие о том, что я согласен, чтобы меня зачислили в данный ВУЗ на данное направление. Но нам разрешено на шесть направлений подавать. То есть ребята выбирают шесть направлений и дальше уже на какое-то из этих направлений, уже ближе к моменту поступления подают заявление о согласии на зачисление. Изменились в этом году и сроки. Подавать документы можно до 29 июля. 11 августа приемная комиссия принимает последние заявления о согласии на зачисление. Шесть дней федеральная информационная система будет проверять, нет ли дублирующих заявлений в разных ВУЗах. Поскольку этот документ должен быть только один. 17 августа будет последнее зачисление. Еще одно нововведение. Я считаю, что оно расширило возможности наших абитуриентов. Нам разрешили ВУЗам определять ЕГЭ, третье, допустим, по выбору. Если у нас раньше на все направления, кроме экономики, была физика, то сейчас на некоторые направления, прикладная математика, информатика, информатика, вычислительная техника, информационная система и технологии, мы добавили еще и информатику по выбору. То есть сдать можно два экзамена, а в институт предоставить лучшие результаты. Всю актуальную информацию о количестве мест, проходных баллах, правилах приема ВУЗ выкладывает на своем сайте. Кроме того, на онлайн-площадках сотрудники приемной комиссии каждый четверг проводят вебинары, где обсуждают с абитуриентами нюансы поступления. С мая идут тематические вебинары. Мы приглашаем по одному, по дво представителей кафедр и знакомим, то есть еще раз проговаривают о том, что изучают, что интересного, чем заниматься будут потом, куда трудоустраиваться. То есть это вот очень полезные вебинары для того, чтобы определиться, что я хочу и что я могу. В скором времени вебинары будут проходить два раза в неделю. Сотрудники ВУЗа будут рассказывать о рейтинговых списках, информационной системе, подаче заявления согласия, о тех нюансах, которые не всегда понятны с первого раза. Полную запись интервью с Ириной Суворовой об особенностях приемной кампании в САРФ и ТИ можно посмотреть в рубрике «Без комментариев» на САРФ24 и на нашем канале в Ютубе.